Я снимаю это видео, потому что посмотрел 47 обзоров на книжку «Атомные привычки на русском и английском языке» и ни в одном из обзоров не услышал внятного объяснения единственной концепции из этой книжки, которая мне действительно помогла. Досмотри это видео до конца, чтобы узнать, что действительно мешает тебе завести новую привычку, как улучшить свои результаты в 37 раз всего за один год, и почему книга «Атомные привычки» на самом деле не про период полураспада урана. И на самом деле вообще не про привычки. Поехали! Если ты живешь не в мотивационном фильме, а в реальной жизни, ты давно уже прохавал то, что начать новую привычку очень легко. Очень сложно не сорваться на вторую-третью неделю этой привычки. И на то есть две причины. Причина номер один. Мы ждем результаты не в том месте. Нам приятно думать, что новые привычки работают так. Ты начал делать какое-то новое действие, и на одну единицу вложенных усилий ты получаешь одну единицу результата. На две единицы усилий, две единицы результата и так до бесконечности. Это большая ошибка. Мы так привыкли думать, потому что насмотрелись мотивирующих фильмов, типа Рокки Бальбоа, где ты пять минут тренируешься под бодрую музычку, и идешь раздавать всем пизды. Это большущая ошибка. На самом деле эффект от новой привычки долгое время вообще не заметен. Он нарастает очень медленно, копится, 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 примерно как твои долги по кредитке. И только в конце ты начинаешь видеть ощутимый результат. Но до этого есть длительный промежуток времени, когда ты почти не видишь эффекта. А большая проблема в этом всем, что усилий на то, чтобы завести новую привычку, нужно очень много. И график вложенных усилий выглядит примерно так. Так в начале очень много усилий. И только где-то ближе к концу эти усилия становятся более автоматическими и не так тяжело даются. И вот в момент, когда ты уже начинаешь чувствовать эффект, а усилий на поддержание привычки нужно все меньше, когда эти два графика пересекаются, вот здесь ты начинаешь чувствовать удовлетворение. Все время до этого это период разочарований. Автор так и называет это пространство «Долина разочарований». Если когда-то будешь писать свою биографию, так ее и назови. Потрясающее название. «Долина разочарований». Место, когда ты уже хочешь больших результатов, но еще слишком рано. Что еще мешает тебе менять свою жизнь к лучшему, кроме твоих друзей-алкашей? Это, кстати, не прикол, в книге так и написано. Если ты хочешь поменять жизнь к лучшему, тебе нужно избавиться от всего, что тянет тебя вниз. В том числе от людей, которые триггерят тебя на плохие привычки. И от мест, которые триггерят тебя на плохие привычки. Поэтому, когда я жил на окраине Екатеринбурга, я никак не мог бросить пить. Там все триггерит. У меня про это целый стендап-концерт. Причина номер два. Мы пытаемся изменить не то, что нужно. Автор книги предлагает выделить в твоей жизни три уровня. Первый уровень. Уровень твоих результатов. Здесь обитает то, что ты имеешь. Это твои доходы, твои связи, твое пузо. Все, что ты имеешь. Твои результаты. Уровень номер два. Это то, что ты делаешь каждый день. Ты кушаешь, работаешь, учишься, ставишь лайки этому видео, нажимаешь кнопку поделиться. Все это уровень твоих привычек. И самый глубокий уровень. Это уровень твоей идентичности. Это то, кто ты. И набор твоих убеждений, ценностей. И все, во что ты верил все эти годы. Концерты, группы, лейблы, сборники, альбомы. Твои ценности. И вот что мы делаем каждый раз, когда на уровне результатов хотим чего-то нового. Мы опускаемся на уровень привычек, сразу же пытаемся поменять привычки и терпим крах. Потому что мы никогда не учитываем уровень своей идентичности. Тысячи людей пробовали с завтрашнего дня начать худеть, все обосрались. А ты обосрался, это ну минус 200 грамм. Это не влияет на результат. Потому что мы каждый раз игнорируем то, что игнорировать нельзя. Уровень своей идентичности. Свои старые убеждения. Как было у меня. Я переехал из России в Казахстан. Дико стрессовал из-за всего, что происходит. И начал кушать на ночь и злоупотреблять сладким. Поэтому я разожрался до 100 с лишним килограммов. На уровне результатов я понял, что пора худеть. Я полез менять свои привычки. Первым делом я отказался от всего сладкого в своем рационе. И убрал из холодильника продукты, из которых можно экстренно сделать ночной бутерброд. Самый вкусный из всех возможных бутербродов. Тот, который сделан на ночь. И вот что произошло дальше. Буквально через пару месяцев после этого я понял, что сладкое и перекусы на ночь это единственная радость, которая осталась у меня в жизни после переезда. И я быстренько начал саботировать это решение. Потому что каждый раз, когда я отказывался от сладкого или от покушать на ночь, я чувствовал, что лишаю себя единственного кайфа. Меня поглотила долина разочарований. А я был даже не в книжке Кэмю или Сартра. В общем, ты не добьешься длительного эффекта. Ты не преодолеешь эту долину разочарований, если не поработаешь над своими убеждениями. Но есть и хорошая новость. Работать с ними можно с помощью привычек. Но только привычки должны быть направлены не на результат, а на самого себя. И все обзорщики на эту книжку, как один, будут рассказывать тебе, как завести новую привычку, как обмануть свой мозг с помощью всяческих маленьких хитростей. Например, правило двух минут. Слышал про правило двух минут? Это правило, согласно которому твой отец в год не может себе позволить больше времени близости с тобой. Ладно, это прикол. Нет, правило двух минут это то, что новая привычка не должна занимать у тебя более двух минут. Если ты будешь делать новое действие совсем маленькими порциями, рано или поздно мозг у тебя привыкнет, и ты начнешь делать это легко и большими порциями. И вот таких уловок в книге «Целая тьма» их, конечно, интересно читать, но на самом деле акцентировать внимание нужно только на одном моменте. Чтобы достичь новых результатов, нужно заводить привычки, направленные не на результат, а на самого себя. Чтобы добиться новых результатов, тебе нужно стать другим. В какой-то момент я понял, что просто не могу отказаться от сладкого, потому что считаю это единственным удовольствием в своей жизни. И тут на помощь пришла мне эта книга и дала мне новый способ жить с этим. Новые привычки. Но привычки, направленные на самого себя. Я решил объяснить своему мозгу, что в жизни есть еще другие удовольствия. Я стал почаще ходить в магазины и покупать вещи, которые я люблю. Я стал почаще набирать себе теплую ванну и лежать в ней, раз она доставляет мне удовольствие. Я стал смотреть больше приятных фильмов, которые ностальгические воспоминания вызывают во мне и заставляют меня радоваться. Я не стал кардинально менять свои результаты. Я просто объяснил своему мозгу, что кроме сладкого и еды на ночь, у него еще есть альтернативы. То есть, вместо того, чтобы мучить себя бесконечными отказами, я завел несколько легких ежедневных действий, которые позволяют мне каждый день делать более правильный выбор. И эта книга оказалась мне полезна в одном ключевом понимании. Твоя жизнь не строится между главными ключевыми решениями, после которых меняется судьба. Твоя жизнь строится из маленьких ежедневных решений. Если ты каждый день будешь улучшать свой результат всего на 1%, то к концу года твои результаты увеличатся в 37 раз. Правда, есть и обратная сторона. Если ты каждый день деградируешь на 1%, к концу года ты деградируешь в 37 раз. Порой мы терпим неудачу. Но это не потому, что перед нами стояла недостаточно мотивирующая, недостаточно амбициозная цель. Порой мы терпим неудачу, потому что мы выстроили неправильные процессы. И иногда великая цель может быть достигнута, даже если не ставить перед собой ничего великого, а просто выстроить правильный ежедневный график принятия решений. Любимая цитата из этой книги. У победителя и проигравшего была одна и та же цель. Твой путь состоит из тысяч и тысяч маленьких развилок. И то, куда ты в итоге повернешь, будет зависеть лишь от двух главных вещей. От того, кто ты есть. И самое главное, от того, кем ты хочешь быть. Вот про что на самом деле книга «Атомные привычки». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok